Добрый день! Мы начинаем цикл передачи о транзите. Почему именно об этой отрасли экономики нашей страны мы будем говорить? По данным Центрального статистического управления Латвии, в 2019 году транзит на отрасль давала 8% внутреннего валового продукта Латвии. А еще общий оборот составлял 1,5 млрд евро. В Латвии нет месторождения алмазов, золота, нефти и газа и других ценных месторождений. Но у нас есть уникальное месторасположение и историческое наследие. Это выход к морю, уникальные порты Рига-Венспилслепа на его берегу, железные автомобильные дороги и трубопроводные системы, которые связывают нас с нашими соседями Россией, Белоруссией, Литвой и Эстонией. Именно в нашей стране находится самый крупный в странах Балтии Рижский международный аэропорт. Итак, порты, железные дороги, автомобильные дороги, аэропорт, трубопроводы. Именно об этих видах транзита мы и будем говорить. Первую нашу передачу мы посвящаем железным дорогам. Итак, Латвийская железнодорожная сеть. Это общая протяженность путей 3167 километров, 6 крупных железнодорожных узлов, 139 железнодорожных станций, 78 станций, открытых для грузовой работы. С железными дорогами мы связаны с Россией, Белоруссией, Литвой и Эстонией. Со странами СНГ насвязывает и общая ширина железнодорожной колеи 1520 миллиметров. В отрасли железнодорожных грузоперевозок ТОН задает в государственное подприятие Латвия Зельстович и его структурное подразделение ЛДЗ Карго. В отрасли работает и две частных компании – АО «Балтия Странзита Сервис» и «Балтия Экспрессис». До 2018 года отрасль динамично развивалась, но в 2019 году начинается падение объемов перевозок. Обратимся к статистике. В 2019 год по сравнению с 2018 годом снижение оборота перевозок на 7,5%. Оборот 337 645 миллионов евро. Убытки 9 328 миллионов евро. В 2018 году прибыль 14 408 миллионов евро. За 9 месяцев 2020 года транзит по железной дороге падает на 32,6%. Из прибыльной компании ЛДЗ превращается в дотационную. Для финансового равновесия и стабильности ЛДЗ требуется 25 миллионов евро из бюджета страны. Закрываются проекты по электрификации железной дороги и развитию станции «Дагопилс». Будут уволены полторы тысячи сотрудников или 24% из всего штата компании. Иначе-ка катастрофы такое положение дел в отрасли транзита не назвать. Почему так происходит? Всему виной эпидемия коронавируса? Нет. Статистика показывает и говорит, что проблемы в отрасли сухопутного транзита начались еще в прошлом году. И опять обратимся к статистике. 79,4% объема всех грузоперевозок формирует импорт. То есть транзит. Основной часть транзита 70,4% груза из или в Россию. Зададимся вопросом, а почему грузы из России или в Россию стали объезжать Латвию? Может у наших соседей в Литве или Эстонии ситуация лучше? Совсем нет. И у них падение транзита. ВВП Литвы по разным данным потеряет до 7%. Так куда идут российские грузы? С 2001 года начал работать порт Усть-Луга в Ленинградской области. С тех пор он наращивает объемы перевалки грузов, увеличивает их ассортимент, строит новые терминалы и сдает их в эксплуатацию. И теперь транзит из России перенаправляется в этот порт. Более того, российский порт стал забирать и белорусские грузы. Новый порт более привлекательный для России, Белоруссии и стран СНГ. Транзит в России дешевле? Увы, нет. Доставка грузов по железнодорожной сети и перевалка в портах Латвии была выгоднее. Но начиная с 2013 года Латвия присоединилась с санкциям Евросоюза против Белоруссии, а после с 2014 года и против России. И риторика официальных лиц латвийского государства. Все годы существования независимой Латвии была крайне недружелюбной, а в последнее время стала еще и агрессивной. Поэтому желание российской стороны переориентировать транзит в свои порты по своим железным дорогам совершенно понятен. При этом фактически прекращается транзит через Латвию, страны СНГ и Китай. И министр сообщений, и руководитель железной дороги понимает всю глубину падения отрасли. И поэтому готовы писать письма и встречаться со своими российскими коллегами. Ну, услышат ли их россияне?